300 300 так и так доброго времени суток меня зовут калмаков павел я разработчик компании ланы так сразу дело меня часто спрашивают друзья когда я к ним прихожу и рассказываю про венди биджи кто ты почему-то называешь на своими друзьями но это все не важно важно то что я считаю ну действительно венди биджи мощный отладчик и почти каждому тут нет разработчику в принципе было бы полезно иметь с ним дело вот хотя бы чуть-чуть о нем знать это общем то все жду от вас вопросов частное разовьем в режиме вопрос-ответ так есть вопросы так 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 вот вот есть они уходить спасибо было очень интересно ну я вот довольно часто хожу на конференции и сталкиваюсь что периодически у нас крови не биджи иду доклад но я как программист обычно редко работаю с таким продуктом у меня есть моей и умеет какие-то анализаторы а вот зачем вообще правильно понимаю ваш вопрос зачем вам этот отладчик если у вас уже есть вашей дешка и хорошо очень интересного просто можете сюда пройти на сцену поговорим тут всем привет меня зовут олег александр я тебе из команды как вы догадались наша компания занимается разработкой программного течения для страхового бизнеса она была сон в 2006 году в сша голову находится в городе полсом штат калифорния а в россии мы из 2010 года у нас есть офисы на сибирске челябинский краснодар ну как ты сказал на этих всех конференциях рассказывать про венди биджи в основном про то как с помощью него классно анализировать дампы но вопрос зачем их анализировать и кто их анализирует тебе приходилось когда-нибудь этим заниматься а вот может быть кто-нибудь из прямо три человека это вообще ну давай поговорим сперва определимся зачем собственно их анализировать потом расчехлим наши инструменты затем собственно посмотрим на дамп и сделаем какие-то выводы кей ну давай так но начнем издалека сейчас как бы будущее за dotnet core у нас разработчиков и множество вакансий сейчас просто пестрят обязательным пунктом знания dotnet core это говорит о том что бизнес как бы уже уверен с переходом на новые рельсы ошибки ошибки никуда не денутся ну все мы знаем как фиксить баги момент разработки но что если наше приложение уже задеплое на а если она еще и крутится на линуксе но тут немножко все становится проблематичнее ну момент сбора информации и дампа только вот как бы развивается скажем так можно вынуть и нарыть какие-нибудь там доклады которые конкретно об этом рассказывают да да вот из трех человек то анализировал дампы именно спрода в любом случае как бы ну не так много людей могут в общем-то похвастаться именно таким опытом все потому что обычно когда в компаниях такое происходит этим занимаются люди с достаточно такой большой экспертизы в этой области вот я также как бы обратился к архивам пророчеств и значит ванга говорила что у каждый из вас в общем-то когда-нибудь будет ну сталкиваться с такими тикетами у себя там жили или где-то там кстати если кому интересно вот все доказательства как бы вот но но дело в том что такие баги как краш зависание надо фиксить как можно скорее время как говорится деньги и вы столкнетесь обязательно с такими проблемами что ваш ваше приложение будет крутиться где-то там другом городе какие-то ограничения с окружением какие-нибудь такие вредные девопсы могут вам попасть то но в любом случае вы идете по трем шагам на первом шаге когда вы еще ничего не понимаете вы собираете такую общую информацию как логи опрашиваете пользователей собирайте дампы этот шаг очень важен потому что на его основе вы строите потом гипотезы ну например если у вас приложение ваш именно процесс крашится на пресс на процессе на хостер на серваке то вы собираете всю информацию о данном процессе если же крашится допустим аж целая система ну или возникают какие-то проблемы но винят в этом именно ваше приложение вы собираете инфу со всей системы ну далее вы анализируете всю эту информацию находите собственно проблемы решения пытаетесь как бы развидеть какие-то неправильные решения ну собственно и в конце концов анализ но фиксите данный баг и привносите также я заметил что как есть парное программирование типа парный анализ в общем то вполне может быть полезен он может пройти очень весело и может оказаться даже намного дешевле но окей что нужно для этого чтобы провести этот анализ начальник я могу допустим возвести бак локально у меня тем более есть мои любимые анализаторы ну и тут к этому если допустим проблема с производительностью могу добавить новый ресурс масштабировать типа да ну согласен ну на первый вопрос отвечу так что когда ваше приложение крутится на вроде там боевое окружение как бы боевая база сам процесс у вас крутится там часами днями ну отвечая на второй вопрос масштабированием вы как бы не решаете проблему а просто как бы ее откладываете на потом ну такой самый примитивный пример который может быть это допустим у вас там 32 битный процесс был вы его переводите на 64 битный процесс до типа якобы адресное пространство у вас измеряется теперь терабайтах но физического памяти у вас на серваке все равно будет ну на реальном сервере достаточно мало то есть приложение будет у вас при утечках все равно крашится окей но я так понимаю нам нужно для того чтобы анализировать проблему а как его получить ну простой способ на винде через диспетчер задач просто жмем там правой кнопки по процессе и снять дамп ну тут можно либо настроить реестр ключей винды либо использовать какие-нибудь легковесные тузы типа просто дамп кстати на линуксе такой же тузой можно снять дом вашего процесса dotnet корпор приложения ну учитывая то что сервак нагружен всегда не хватает на месте место может быть все что угодно то я конечно сомневаюсь на берем там с продам следует учесть что в этом дампе наш код от компилирован джид компилятором просто компилятором так что код будет выглядеть совсем немножко иначе чем в режиме девелопа ну окей давай попробуем я буду пользоваться своими инструментами которыми я знаю там есть возможности по анализу дампа я возьму допустим твою режим студии возьму тот мэйвэй ну и добавок добавлю себе еще пару инструментов которые мне нравятся это добавь я и силами ну а я буду пользоваться винди бюджет кстати сколько место съели твои приложить ну я думаю гига 3 ну а у меня около не более 100 мегабайт ну давай начнем про так общая информация по проблемы с памятью все мы привыкли что у нас есть сборщик мусора да вот он там работает что-то делает но он такой хитер ленив иногда и непредсказуем возникают утечки разного рода управляемой памяти неуправляемой памяти но в основном это из-за нашего неправильного обращения с объектами то создаем слишком много либо там реализуем неверно как деструкторы что там не следим за боксингом от боксингом ну и так далее вот например у нас много объектов памяти на что надо смотреть да да чаще всего это все что нам нужно ну окей давай запустим твою студию так это профессионал ну я честно скажу enterprise потому что только она умеет открывать о май гад она же стоит в пять раз дороже ну ладно кидаем дампик и что у нас там наверху давай приблизим так ну тут такая общая информация процессе битность процесса какой тип силар операционные винды ну так себе как бы такая небольшая информация пойдет пойдет до сборок который используется до сборки очень важно знать нам важно понимать с чем мы имеем дело с чем работает наш процесс но также когда возникают проблемы с памятью нам бы интересно было бы видеть сколько они занимают но студия по ходу нам этого не показывает есть и со всех типов которые нас используются разные колонки количество элементов которые есть куда можно по ним отсортировать спокойно ну круто круто то есть вот сортируем по каунт да конечно тут нам это как раз вот содержимое наших куч есть еще размеры до размеры вот например отсортировали под размером увидели что у нас 5000 листов в общей сложности 18 мегабайт и 5 словарей 13 мегабайт возможно как бы есть повод посмотреть по внимательнее ну вот преддверие нового года да вот дедушка мороз у него мешок с подарками подарки находятся в коробочках так вот подарки этого данные коробочки это допустим классы а мешок это вот некий такой большой один контейнер вот и допустим но в рантами но у вас программирование все эти подарочки могут находиться также в разных ссылаться на разные мешки и не факт что если мы удалим этот данный верхний объект сервис хвостин environment значит мы типа освободим 30 метров ну да ладно что еще смотри для каждого типа мы можем посмотреть его корни то есть те объекте которые на него ссылаются и количество этих ссылок то есть из чего состоит типа наша структура да ну окей а если вот я допустим выбрал какой-то тип он показывает что у нас есть два экземпляра конечно нет два раза так перейдешь на объекты которые были созданы на основе то есть мы видим два объекта а внизу опять дерево да именно так то есть таким образом мы можем узнать корни внизу опускаясь открывая каждая каждую секцию в виде древовидной вот такой вот структуры ну понятно что еще ну мы можем посмотреть состояние нашего объекта текущий момент времени да то есть посмотреть свойства значения которые были на момент падения довольно таком привычном виде круто круто так я заметил что студия показывает нам адреса объектов в принципе это довольно таки полезно в практике потому как когда ты анализируешь дампы ты пользуешься разными инструментами и вполне было бы неплохо посмотреть данный объект по этому адресу другой тузе а что насчет того вот если я хочу узнать вот есть у меня в классе некий метод и вот он как бы обработчик некого события или я использую его в делегате вот как посмотреть могу так значит что у нас здесь event handler находится держит некий channel dispatcher вот ну самом деле что-то я тут ничего не пойму то ли это метод то ли это класс адреса короче надо разбираться ладно понятно что еще ну да учитывая то что дампы это просто снимок памяти в динамике конечно очень полезно это смотреть но мне лично допустим на практике такое не приходилось делать если уж краш какой-то случается то присылают обычный один дамп и приходится разбираться с одним ладно это все хорошо я скажу что студия хороша она умеет открывать да правда когда прайс плюс она поможет не проанализировать какие-то утечки памяти простейшие случаи которые можно обнаружить показывает адреса как и стало то полезно ну и можно спорить это ну интерфейс не не особо понравился вот и помогает действительно увидеть утечки но они слишком примитивные потому как с прода обычно приходит нетривиальные проблемы в целом о процессе тут практически невозможно получить никакой информации дорого и когда собственно я пытался проверять просто дамп у меня студия подвисла и спал так ну как итог я допустим не рекомендую анализировать дампы с помощью студии вот окей ну я не переживаю не строится минутной вот он точно стоит справиться я уверен наверно тоже платный ну 8 насыпаться вместе ну окей давай глянем кинем туда наш дампик окей смотри вот проходит анализ и мы видим такую красивую картинку прикольно так чё там наверху он собрал пять все пять видов типов которые больше всего занимают место в памяти вот наверху там массив типа type справа опять те самые новогодние мешочки да да корни красиво красиво ничего не скажешь что еще окей смотри дальше дубликат и строк и уст и массивы мне кажется прям хороший вариант начинать оптимизировать код и создавать тикеты наверно да можно эти киты сразу делать да и смотри куча финализации я про него рихтера читал когда-то ну там я уже не помню но мне кажется так но это вообще-то на самом деле действительно важный пунктик здесь он показывает объекты которые находятся в очереди для финализации следует учесть что у нас есть кучи да и есть вот это вот очередь финализации объекты находящиеся в ней тоже занимают какое-то место определенное ну и плюс ко всему эти объекты соответственно имеют деструкторы поэтому на них надо обратить особенно пристальное внимание в каких-то случаях это очень важно осмотреть ну даже не утечки да не знаю по какому паттерну он их собирает ну возможно это полезно так что еще ну смотри есть отличная картинка красиво фрагментация круто он показывает все наши кучи в памяти сколько они занимают место сколько там места свободно в кучах фрагментация кстати это очень важно дело в том что ну вот когда мы много создаем объектов наш сборщик мусора так старается что иногда приложение может и подвиснуть приложение мы создаем процесс объекты мы создаем как явно так и неявно ну вот например было у вас допустим структура или был класс и стал структурой которая реализовывала какой-то интерфейс например и где-то в каком-то очень важном участке вы приводите эту уже структуру к этому интерфейсу вот вам боксинги или же вот например некоторый метод куда перелетают параметры параметры попадают в лямбда выражение link you запроса вот вам замыкание ну также к этому относятся все реализации наших монад и прочее то есть они все как бы основываются на лямбда выражениях ну у меня есть отличная группировка ну давай с первой начнем с первым это вот примерно то же самое что было студии то есть список всех типов которые нас пользуются то же самое количество размера согласен согласен все то же самое вроде бы ничего необычного можно купировать наши типы по интерфейсам то есть можно посмотреть разные реализации интерфейса просто тыкнув на какой-то из интерфейс круто старая группа это доминатор это вот примерно то что мы пытались сделать на первой картинке то есть у нас есть здесь корни и здесь визуально показано сколько какой корень занимает и справа то же самое в виде списка то есть это опять вот эти вот мешки деда мороза типа таком это розы и зелененькие группированы так да и на практике очень полезно как бы смотреть под разным углом на одну и ту же информацию часто ну бывает так что нужно что-то увидеть в этом окей смотри следующий вариант это общие корни то есть объекты сгруппированы по тем критериям потом и критерии что у них есть общий удержатель ну кстати корни здесь показываются да очень довольно прилично вот если близко посмотреть я опять вижу класс кожи который сидит в делегате композит активатор причем в свойстве переменный таргет но не показывает кстати какой метод я бы хотел бы это увидеть это очень важно допустим для меня ну и здесь то же самое группировка по поколениям но немножко более детальными да немножко больше статистики он тут так более явно нам показывать что наша каждая куча имеет какие-то сегменты кстати вот допустим вы написали какой-то оптимизированный метод дак который внутри себя создает какие-то объекты если вдруг допустим в каком-то из поколений он уже достиг предела то система может подвиснуть и как бы ваш метод получается как бы немножко тоже будет подвисать не может показаться что он работает не так быстро так что еще можно посмотреть точно также объект всего корнями да то есть похоже на студию такой висит один ходив и можно смотри ну ладно окей но смотри вот он мне больше нравится чем студия согласен с тобой здесь хороший анализ красивый можно больше получить информации по памяти есть различные варианты группировок ты сам говорил что так посмотри так можно что-то выяснить ну и мне кажется на первом экране сразу понятно согласен согласен но никаких низкоуровневых данных я тут не увидел не увидел обработчиков что очень важно иногда когда ты выясняешь какие обработчики подписаны на ивенты общую информацию обо всем процессе я не получил потому как dot-memory в основном работает с управляемой памятью так ну и в принципе использовать его можно но так для получения поверхностной информации или же информации касательно управляемой памяти но если же допустим твой процесс повис возникли какие-то дед локи и прочее получается тут мой мари не подходит что делать ну ничего меня еще кое-что я себе много смотрел у него есть флагин по анализу там здесь есть разные варианты есть просто анализ кража есть анализ управляемой памяти анализ неуправляемой памяти есть анализ performance плюс есть даже анализ сайт поинта я не знаю кому это очень нужно вот ну и анализ ядра давай проверить наш дамп на стандартном варианте да то есть крэш и анализ памяти сверху но давай закидываем туда наш дампик но туда тут происходит магия на самом деле зависимость от размера дампа может занимать от пяти до минут до полчаса но зато мы получаем отличный отчет ну кстати это стоит того я допустим даже сам иногда часто запускают прежде всего дебагдяк потому что он проходит по таком по таким шаблонным шагам и собирает в общем-то всю необходимую информацию и практически только с помощью этого инструмента можно уже выявить но большинство проблем и так загрузился да смотри вот видишь сверху можно сразу понять если ошибка есть ворлинг информация то есть на первом экране ага давай откроем summary 1 пунктик так что мы тут он что нам тут показывает размер нашей кучи что у нас каких-то там 10 data table объектов 5 динамических сборок это кстати ну в принципе тоже важно потому как сборщик мусора не убирают динамические сборки да 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 вот также показывает что у нас есть два потока которые заблокированы и мы можем даже тыкнуть на них и посмотреть пол стеки так что здесь стандартный самый почти такой же как везде но есть на смотрели отличие есть время жизни процесса мне кажется да действительно это важно это большая разница если ваш процесс крашнулся допустим в первые пять три минуты или же через несколько часов или дней то есть вы идете по разному пути так сказать чуть ниже он показывает пять самых долгих потоков учитывается время ядра и пользовательского режима можно на каждый из поток тыкнуть и посмотреть стек трейс показывает потоки управляемые может оказаться полезным когда ваше приложение подвисла из-за того что сборщик мусора допустим в это время очень активно убирает мы увидим в таком случае его поток в этом списке ну да есть еще информация у потоков есть рабочий поток и количество максимально минимальное есть потоки вода вывода и кстати вот показывает все наши реквесты в памяти коды возвратов урлы что еще но мне кажется крутая вещь да 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 строки соединения сколько подключения сколько допустимо возможных подключений дальше идет огромный список всех потоков которые сгруппированы по критерию одинакового колл стека дебагдяк кстати показывают как и нативный колл стек так и отдельно управляемый это очень удобно окей ну а сверху там у нас есть цепочки корневых объектов то есть те объекты которые у нас делятся горшили то есть у которых все еще есть корни понятно а потом идет огромный список всех этих типов с более детальным описанием боже вопросе дальше он показывает все наши кучи вот в таком вот виде сколько памяти закомичена сколько зарезервировано вот кстати насчет результат зарезервировано это действительно очень важный пункт он подает нам понять почему собственно сборщик мусора не производит сборки иногда чуть ниже список тот же самый стандартные всех типов что мы видели до в предыдущих опять финализации да да только он здесь показывает все объекты у которых есть деструкторы которые могут быть финализируем но он отличает где наши где структуры пользовательские где сторонник библиотек где фрейморки так окей о класс он показывает виртуальную память всего процесса сколько закомичена опять сколько зарезервировано какой блок самый большой пустой сколько занимают нативные кучи дальше пошли нативные кучи опять обратим внимание что нативные кучи занимают первое самое главное 50 мегабайт 2 25 а я упоминал что наша управляемая память занимает около 150 мегабайт это говорит нам о том что управляемая память не находится в неуправляемых кучах вот она где-то в стороночке так еще дополнительная информация по нативным кучам это в случае если вы разбираетесь с утечками уже перешедших из управляемой памяти в неуправляемая то есть он пока руки и тут плюс людей я скажу то что мне инструмент очень понравился во первых он бесплатно в отличие от всего что я раньше провода он дает довольно точную информацию красивый отчет куча информации ну и мне кажется на первой странице я могу сразу там аршивочки сборники согласен согласен но однако это всего лишь отчеты вот и тем плюс ко всему как бы от тебя требуется вот такой некий уровень экспертизы чтобы это все понимать но однако я бы его рекомендовал использовать в качестве как бы анализатора дампов с прода смотрю в глаза некоторым коллегам так ok но мы тут не будем показывать собственно как писать код с помощью села сразу скажу что на гитхабе можно уже найти множество реализации таких вот анализаторов утечек в принципе можно их оттуда скачивать и уже пользоваться но я все равно просто какой хороший инструмент во первых мне нужно писать сам анализаторы памяти на сша он представляет правильная память и позволяет вполне команда твоего да 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 это круто но получается как бы тебе надо теперь разбираться как писать код правильно используя это села тебе нужно понимать что ты пишешь критичные моменты когда тебе надо уже анализировать значит у тебя просто нет времени писать эти приложения и да код твой будут читать другие разработчики как бы в общем так себе ладно вот я закидываю дам своих винди бюджет вот собственно его такой вот внешний вид сразу показывает ту же самую информацию о системе что нам показывал дебаг диаг плюс ко всему данные регистров процессора тут сразу скажу множество команд и если мне нужна какая-то команда я обращаюсь help меня могут спросить но мы пришли сюда вот может быть там послушать типа про эти команды как ты расскажешь нам про них и там вот сразу типа вот смотрите документацию типа ну да да например выбрал я какую-то команду типа тильда которая покажет нам информацию о потоке скомбинировав ее с другими командами я могу посмотреть все потоки применить на них какие-то команды из команд для управляемой памяти в общем баловаться всячески ну со временем ты что-то запомнишь будешь пользоваться автоматически это как бы такое огромное количество команд это как боевой минус и плюс дело в том что ну я скажу так очень удобно как бы самому решать и выбирать куда смотреть причем ну ты просто будешь эти команды они буквально выводят тебе просто вот как некий отчет некоторую информацию тебе надо уметь просто читать и и венди биджи имеет множество расширения для управления управляемой памяти тоже такой достаточно большой набор команд но если тебе надо посмотреть были ли блокировки просто набираешь допустим команду символ если тебе надо посмотреть какие-нибудь утечки связанные с джейси хендерами ну к примеру и ваше приложение или вы же сами там взаимодействуете с ком аппи там или просто что-то в таком духе то допустим простая такая команда вам сразу покажет как бы наличие отсутствие проблемы информацию о кучах и так далее путем ввода не таких уж и страшных простых команд так допустим выглядит тот же самый список всех объектов можно венди биджи допустим некоторых случаях оборачивает некие ссылки превращают некие адреса в ссылки и автоматически выполняет некоторые команды за вас таким вот образом допустим он показывает корни вот тот же самый класс клоуджер который сидит в неком делегате активаторе как ты помнишь мы смотрели в dot memory то же самое но допустим мне было интересно посмотреть что за метод там был вот я допустим выбер беру все динамические лямбда генерированный лямбда метод который лежит этот класс я хочу посмотреть если методы любого класса пожалуйста он показывает допустим некую статистическую информацию и состояние этих методов отжительные не были или нет иногда допустим интересно знать выполнялся ли вообще этот метод если стоит джит выполнялся есть можно посмотреть ассемблерный код метода ну как бы назад будущее как бы но не стоит его бояться и ассемблер изучать особо тоже не придется потому что как бы венди биджи точнее команда расширения сос рисует вызовы ваших методов и ну допустим практическое применение к вам приходит какой-нибудь с продакшена тикет и в нем лишь указан stack trace где указано что ошибка exception возник в таком-то методе плюс некоторое смещение вот открываете данный код прибавляете к нему смещение получаете некий адрес и практически 99 процентах с уверенностью могу сказать что вы увидите какой-либо своих методов и таким образом как бы легкостью найдете точку также можно смотреть и у код и у код это как бы код сборках ассемблерный код это от компилированные джи там они соответственно будут немножко отличаться все зависит от оптимизации ну в л коде по крайней мере вы можете увидеть весь ваш сахар расчехленный либо вот боксинги а боксинги ну ты можешь написать допустим даже скрипт который соберет весь и у код всех твоих методов но если тебе это надо потом по ключевым словам бокс анбокс как бы вычислить где у вас есть такая проблема ну вот можно гуйню немножко раза разнообразить там аля хакер да по на добавлять всякие окошечки типа там видеть чтобы видеть стек регистры просто память подгружать исходники ну или же просто пользоваться консольной частью вот ну плюсы бесплатный у тебя доступ ко всей памяти так как этот отладчик отладчик вообще для винды в целом соответственно все остальное вытекает из этого то что есть у него на ли расширение и ты можешь сам писать в том числе на си шарпе свои расширения в процессе отладки винди биджи можно писать код носи подобном языке или на питоне ну и собственно чуть минус ну как бы опыт он потихоньку как бы набирается стоит только просто начать с ним работать команды ну их проще найти чем второй носок это уж я тебя точно говорю вот ну что я тебя убедил что для тебя как разработчика винди биджи был бы более менее полезен да честно не знаю я думаю большинство в обычных разработчиков достаточно своих инструментов вижу студии этот момент ну а для супер сложных случаях да возможно идите биджи я потрогаю ну а я останусь при своем мнении винди биджи это круто круто тем что он собирает себе все те возможности которые разбросаны по всем вот этим вот тузом по отдельности ну то есть какой мне смысл изучать их разбираться с ними когда я могу разобраться с одним тузом как бы ну и плюс ко всему мы как разработчики всегда считаем что вот у нас появляются новые фреймворки какие-то абстракции абстракции на абстракции все становится проще использовать писать код зачем нам как бы опускаться во все эти дебри но просто когда возникают вот эти вот критические ситуации да тут вам никакие уже абстракции не помогут ну собственно это все тут собственно ссылочки на все расширения и на все что связано с винди биджи всякий куча тузов очень полезны и да собственно чтобы это просто поиск по гитхабу по ключевому слову филарк индей да спасибо это все саша не сможет его записать да вот чтобы не сложно скрыть просто ребят был просто потовый кейс прозвучал в начале консеренции о том что детишки памяти и интересно просто то есть насколько часто утечки бывают на коде которые управляют и часто на которые не управляют еще получала вторая проблема фризы это для меня вообще очень интересно самом деле я но я конечно же не на дубной джекрэм но фриз сам по себе кейс фриза может 2 кейс да дают самый простой датло ну это и есть приз хэнк собственно фриз зависает ваше приложение момент какой-то долгой операции зацикленной операции вот сборщик мусора долго выполняется что же еще может быть допустим был такой вот такая проблема была у словарей если слова находится в статике и множество потоков обращаются к нему и вдруг какой-то из потоков случайно этот словарик изменит процессор каким-то чудом короче начнет стопроцентную работу и система немножко подвиснет то есть бывают такие штуки вот у меня на шоу приложение зависала найти в коде выполнялась и она никак не убивалась мне собственно помог в плане команды ну это вот можно собственно об этом поговорить вне не все эти команды там есть да я это все не показывал по той причине что суть доклада как бы вызвать интерес так сказать возбудить его разработчиках потому что вот практически совсем недавно прогоняя его внутри компании была какая был бы был какой-то тикет который взял мой коллега в конечном счете ему тоже показал ну вот смотри венди биджи эти просто показывают вот так загружаешь вот так выполняешь команду раз два три как бы ничего оказывается сложного хотя поначалу тоже кажется типа что-то страшное и все человечек там начал разбираться более того если ты привык работать с консолью да то вообще типа как бы венди биджи не проблема да и все-таки как бы детальной информации по средам память мы можем поговорить отдельно да и вообще как бы множество вопросов можем обсудить потом еще финализатор это нормально джави просто это злейшее зло и за это нужно мыть руки ну принципе нормально то есть как бы у нас в разработку нет финализатор это такое все равно у нас есть интерфейса и диспоузов который я так понимаю деструкторы вызывают проблемы до неправильное обращение неправильное создание кода как бы она и опасно тем что ты можешь там допустить ошибку собственное когда будет уничтожаться объект вызовется деструктор и произойдет какая-нибудь фигня поэтому тоже есть рекомендации типа старайтесь его лучше не писать например хотела у вас необходимость между различными версиями отслеживать различное потребление памяти получается что мы разрабатываем приложение и вот понимаем что она начала кушать что-то и собственно сравнение которые мы говорили промазали вы это автоматизировать каким образом потому что ну часто функционал зарабатываться потом уже завтра выкатывать тут обнаруживаем очень какую-то проблему что приложение потребляет многовато и хотелось бы это знать немного заранее конкретно такой киев нет я не проходил куча времени тратится на разбор дампов анализ потом выясняется что оказывается джейси там сборщик мусора у него там стоит флажочек что вот он там серверном режиме значит типа считает что весь сервак принадлежит этому одному процессу и он хавает сколько хочет и не производят сборки мусора и то есть как бы весь фикс лишь замена флага ну как бы есть куча таких вот нюансов да ну вот компьютер мы обычно сначала проводим перформанс тестирование вот и примерно на там про препарат продавской нагрузкой и там вот эти вещи обычно была то есть мы сначала получаем информацию о том что что-то прошло не так а потом уже это про и приходит на анализ более питание я просто почему страшно потому что это бывает вроде бы как перформанс проблемы нет все работает ну приложение на между версиями 20 процентов декоратива и если это не заметит таком в один месяц 20 месяц через еще пару месяцев 20 процентов и так вот через год смотришь уже два раза больше ну да прикол в том что типа как бы часто всего часто бывает так что все вот эти проблемы они как бы уникальны с каждым надо разбираться и редко бывает достаточно простых случаев и поставить простые случаи собственно выявляются еще до прода как бы можно дипы смотреть да и собственно еще один вопрос он больше немножко чуть-чуть в сторону получается что нам это можно знать не статику да интересно соблюдать что-то типа трейса и причем трейсы должны быть желательно сквозные вот я использую перфию основном для таких случаях да какая-то проблема с производительностью или взаимодействие каких-то приложений перфью отлично показывает все стеки стек трейсы во всех временных промежутках вот перед этим надо там не знаю что-то понюхать короче чтобы начать понимать этот интерфейс вот еще был вопрос у меня сразу ревая джилистов и вообще пенализатор деструктор их нельзя вызывать их не надо трогать по поводу интерфейсов позабил и способу да они за автоматически и самое главное что в жиле спецификации по моему сила тоже никто не гарантирует что после того как вы его вызовите он сразу он может быть вызван тогда когда кирпич или посчитать нужно поэтому очень не трогайте эти методы никогда по поводу дополнение к жиристу я тоже жирист я внесю просто ситуацию с гирпич корректорами и фризами если посмотреть сход на кодок гирпич корректора это один один файл на 20 тысяч строк это один гирпич корректор и он практически не тюнится мы жиристы избалованы у нас там 5 или 6 продакшен гирпич корректор у каждого свои флажки и мы тюнем но когда совсем умными себя считаем на самом деле тюнете не надо вот у меня вопрос такой если вот ты уже второй доклад про винди биджи говоришь у тебя есть что-нибудь может быть без практики пора уже сделать какие-то гитхап репозиторий и написать уже готовы там команды чтобы все подошли взяли саюзали готовый рецепт я вот не хочу сидеть до почитать да ну да черт хотел ответить но мы про графики воображения про графики воображения ответ мы потерялся он был если он пустился на винде нормально там просто загружаешь опять эти же экстеншены но уже добавляешь там загрузить сос корр села вот допустим вся команда он загрузит нужный экстеншен ну и если допустим на линуксе да ты там пользуешься там этим лдб там тоже написали экстеншен сос для процессов собственно на линуксе точно те же самые команды то есть тоже как бы плюс такой типа что тебе если ты умеешь разбирать дамп или просто отлаживать с помощью венди бюджетом ну ты там быстренько разберешься все равно то есть индивиджи для тут нет корр и приложение то или если я на виде и на линуксе тоже только те объекты у которых деструкторы диспользовал это чисто такая скажем сахар не сахар это то что чтобы вызывать в коде села вар видит рантайм видит только деструкторы ему приложение которые тихоньку течет хотел небольшую ремарку в прошлой жизни я был админом и у меня была сервак который потихоньку тек и вообще не дошел до того что раз 20 минут я просто дергал вопрос предыдущему можно ли такое делать на это как наживы перфоманс метрики типа получать ну если память потекла ну смотри да это же в сервисе не казалось теперь штука как это хилинг виси то есть не память потекла ты можешь писать это при кейшен да и сегодня учиться вот дебаггер там естественно поставить нельзя и вызвать нельзя но там есть аппликейшен сайт где ты можешь тоже всякие крэши вот эти вот там что-то собирать когда она крышится и такие вещи в принципе хорошо есть просто возможность обходиться ну бездам делать рейсайкл и все ну в принципе нормальная тактика каждую минуту да у меня честно говоря возник вопрос а тут есть вообще дотные чеки или тут одни джависты сколько здесь джавистов да вот именно джава готовится к переезду да наоборот пришли кай не скучает после джава джава конференции нету здесь же проходит кровь кровь